От электрической отвертки до многотонного токарного станка. Специализированные оборудования любой сложности готовы вернуть к жизни службы ремонта строительного управления. Каждый день им поступает несколько десятков новых заявок, а сложные агрегаты им приходится восстанавливать даже под землей. О том, почему отдыхать с лесарем и электриком предприятия некогда, расскажем далее. Новый токарный станок весом несколько тонн и стоимостью 2 миллиона рублей готовят к запуску. Предприятие получило его взамен устаревшего. От того, насколько правильно он будет собран и точно настроен, напрямую зависит срок его службы, последний осмотр всех узлов и тестовый запуск. На сборку одного станка уходит минимум неделя. Этим занимаются работники ремонтной группы предприятия. Парк обслуживания не маленький, более 150 единиц. И это не только в самом ремонтно-строительном управлении. Не так давно в Алроса реорганизовали ремонтную деятельность. В состав предприятия вошли новые кадры, а вместе с ними и новые объемы работы. В состав РССУ переданы ремонтные участки и оборудование. И то есть, скажем так, по Миринскому боку наше оборудование находится практически в каждом цехе, в том числе и в шахтах. В соседнем цехе кипит другая работа. Работники энергослужбы выясняют причину поломки пресса. Агрегат для разъединения металлических деталей вышел из строя. Оказалось, проблемы с проводкой. После ее замены агрегат возвращают в работу. На все ушло три часа. Медлить некогда. В день поступает до десяти новых заявок. Все оборудование не доломается. Электродвигатели, электрокоммуникационные аппараты, частотное оборудование, вентиляционное оборудование, в принципе, сварочное оборудование тоже это основное наше все. В цехе признаются, за импортозамещением не гонятся. Станки еще советского производства надежнее и удобнее в ремонте. С современным оборудованием хлопот больше. Можно провозиться очень долго с простейшим электродвигателем. Определяя поломку, важнее все правильно определить неисправность. И дольше все именно на это. Потому что современное оборудование идет очень много. На печатных платах, электронное управление, что, естественно, усложняет процесс ремонта. Штат электромонтеров небольшой. Всего пять человек. На вопрос, как удается справляться с такими объемами работы, с удивлением отвечают. А кто, если не мы? Руслан Фадкулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Руслан Фадкулин, Роман Ларин.